здравствуйте дорогие друзья наша история настолько перепутана забыто и переписана заново под нужды различных правителей в разные эпохи что разобраться во всем очень непросто тема тартарии уже несколько лет будоражит умы исследователей официальных и неофициальных а также тех кто власти как в нашей стране так и за рубежом данная тема очень обширная поэтому некоторые моменты будут вынесены за рамки этого фильма и на все выноски в описании под фильмом есть ссылки а сегодня мы сначала разберем как общеизвестные факты вопросы так и весьма спорные касающиеся в целом пространство от урала до тихого океана круглых озер в частности какие бывают воронки и почему в них нет радиации а в конце я расскажу нашу версию этого периода в истории как оно было по нашему мнению посмотрев на различные старинные карты может сложиться впечатление что тартария это название огромного государства располагавшегося сибири и многие исследователи подходят к прошлому именно с этой точки зрения однако если подойти к этому вопросу более внимательно то можно легко обнаружить что на территории современного китая была китайская тартария могульская располагалась на севере и индии своя тартария была в придонье даже можно увидеть московскую тартарию причем на различных картах расположение и название тартарии отличаются то есть становится понятно что по словам тартария понимается не просто одно государство и не только сибирь этот вопрос особенно актуален в последнее время так как спекулируя темой так называемого покорение сибири ермаком некоторые деятели разыгрывают националистическую карту и пытаются спровоцировать отторжение сибири от россии подводя людей к мысли что якобы московия захватила тартарию силой и россия неправомерно владеет сибирскими просторами что интересно то параллельно этой мысли развивается тема о захвате европейцами романовыми власти в самой россии но самое смешное в том что неважно в какой очередности это происходило сначала россия захватила тартарию а потом романовы в ней захватили власть или наоборот в итоге результат должен был быть один европа владеет сибирью и сама у себя покупает газ друзья как вы уже поняли все не так просто как это выглядит на первый взгляд этот вопрос очень даже неоднозначный и имеет множество подводных камней поэтому давайте разбираться во всем по порядку есть один интересный факт который проходит в школе но который как всегда многие забывают даже официально еще совсем недавно наша страна располагалась на двух континентах и на востоке граничила с британской империей а на западе с пруссией если кто не понял о чем речь то даю подсказку аляска она граничит с канадой а канада в 19 веке была под протекторатом великобритании и официально канада получила независимость только в 1982 году а граждане канады до сих пор считаются подданными британской короны таким образом по официальной истории в 19 веке западная граница нашего государства располагалась западнее варшавы а восточнее вообще на другом континенте но академическая наука нам это преподносит таким образом что российская империя якобы выросла до таких размеров благодаря мудрому в кавычках управлению романовых мы же считаем ровно наоборот наша страна уменьшилась до таких размеров и впоследствии она продолжила уменьшаться благодаря тем же романовым вспомнить ту же продажу аляски в 1867 году да знаю о непростой политической ситуации в то время и угрозе захват аляски британии но это уже тема другого фильма кстати согласно официальной истории в 1612 году британия планировала захват земель и установление своего протектората на русском севере в легендарном городе мангазее и на сопредельных территориях сейчас недалеко от местонахождения мангазеи располагается город норильск а жители мангазеи плавили медь из норильских месторождений в 16 17 веках и поиски мангазей начались в 1862 1863 годах как это не покажется странным но так называемая отмена крепостного права в 1861 году имеет непосредственное отношение к тартарии и сибири но про отмену крепостного права и все что с ним связано подробнее рассказывается фильме который называется была ли на самом деле отмена крепостного права ссылка в описании а сейчас лишь напомню что 8 апреля 1843 года был издан указ об организации переселения крестьян связи с освоением сибири и поэтому указу в период 1845 1855 годов в сибирь было переселено 91 тысяча крестьян из которых почти 20 тысяч из тульской губернии и это только первый поток однако что мы знаем про сибирь сегодня краткая официальная справка сибирь обширная территория на севере азии между уральскими горами и дальневосточным регионом по площади крупнее многих стран мира сибирь богата ресурсами и на ее территории сосредоточено 85 процентов общероссийских запасов свинца платины угля и млебдена 71 процент никеля 89 процентов нефть и газа 69 процентов меди 44 процента серебра и 40 процентов золота на ее территории также сосредоточено 60 процентов общих запасов торфа две трети территории сибири скованы вечной мерзлотой освоение этих богатейших территорий начатое в 1581 году походом ярмака продолжается по сей день на территории сибири и дальнего востока проживает 18 процентов от общего населения российской федерации что составляет среднюю плотность населения два человека на один квадратный метр причем население сибири сосредоточено преимущественно в крупных городах по южным районам конец кратко официальной справки друзья вам не кажется странным что например в той же европе довольно таки не богаты природными ресурсами очень высокая плотность населения а в богатейшей сибири людей крайне мало только ли в климатических условиях дело а ведь если посмотреть на древние карты то так было не всегда на старинных картах мы видим много городов в тех местах где ныне казалось бы ничего кроме тайги или даже тундры нет причем расположены города все довольно кучно чем-то напоминает современный мегаполис с городами спутниками который по мере роста становился одной конгломерации видимо в давние времена глушь находилась совсем в противоположном направлении например карта тартарии артели от 1570 года или тартария на карте мира румальда мерката сына известного географа герхарда мерката 1587 год считается что эта карта нарисована румальдом на основе карта своего отца создана еще в 1569 году при этом по официальной информации первая карта сибири была составлена только в 1671 году а полномасштабные исследовательские экспедиции проведены 1725 1730 первая камчатская и в 1733 1741 году вторая камчатская под руководством витуса беринга кстати тульскую губернию в этих экспедициях представляли капитан-командор алексей ильич чериков капитан первого ранга иван фомич илагин и первая полярная путешественница татьяна федоровна пранчищева урожденная кондорева по официальной версии истории присоединение сибири к россии начатое в 1581 году по ходам ермака против сибирского ханства растянулась до 1875 года подписанием договора с японией о принадлежности сахалина и курильских островов при этом процесс присоединения сибири к россии многие официальные источники называют колонизации сибири и завоеванием коренных народов и ставят в один ряд с европейской колонизации африки океане северной и южной америки и ее коренных жителей с аналогичным негативным воздействием на туземцев и присвоением их земель однако по данным самой же официальной истории славянские народы жили в сибири на дальнем востоке как минимум за три тысячи лет до прихода ермака в наше время сложилась ситуация когда существование на территории сибири сотен древних городов возраст которых превышает возраст египетских пирамид как бы не отрицается но и не особенно интересует официальных исследователей подавляющее большинство отечественных историков по-прежнему разделяют оценку сибири как земли неисторической которая была дана одним из создателям пресловутой нормандской теории герардом миллером между тем на территории сибири найдено столько уникальных артефактов что добросовестное их исследование могло бы полностью перевернуть сложившуюся историческую парадигму именно поэтому древние славянские города сибири предпочитают не афишировать так как тогда рассыпается официальная версия завоеванием сибири ермаком а ведь именно с ее помощью некоторые западные политтехнологи решили подыграть на националистических чувствах сибиряков чтобы добиться отделения сибири от россии как бы намекая что в свое время москва якобы завоевала тартарию силой и неправомочно владеть такими большими территориями однако сторонники отделения сибири почему-то забывают такие важные факты что в старинных хрониках есть сведения о том как на пути своего следования казаки ермака нередко встречали руины больших древних городов а согласно той же официальной истории правители сибирского ханства в 1555 году сами обратились к вану грозному с просьбой о подданстве и эта просьба была удовлетворена так по данным посольского приказа только в приобье в конце 17 века пушным налогом было обложено 94 города итак мы видим старинные карты и много городов на них гораздо раньше официального открытия этих земель также мы видим вечную мерзлоту круглые озера двухуровневые столовые горы и различные мегалитические объекты периодически в сми проскакивают сообщения об обнаружении вечной мерзлоте мамонтов с остатками травы во рту и желудке других животных и даже людей и на все-то у официальных историков есть объяснение так например карты ранее 1700 годов они называют фантазии автора вечную мерзлоту последствия ледника круглые озера карстовыми провалами или следом от падения метеоритов а столовые горы и мегалитические сооружения это результат водно-ветровой эрозии и тут надо отдать им должное эти объяснения отлично работают если они поодиночке однако если логически вдуматься то при комплексном рассмотрении эти объяснения противоречат друг другу попробуем развенчать некоторые официальные мифы первое мамонтом найденном вечной мерзлоте несколько тысяч лет тот факт что мамонты прекрасно сохранились а во рту и желудке осталась трава говорит об очень скоротеченном событии которое было относительно недавно но тогда как же надвигавшийся ледник или ледник надвигался с реактивной скоростью но самое интересное то что никто из официальных историков не даст ответа на вопрос как якобы за тысячи лет мамонты не разложились из-за ферментации по действиям собственного желудочного сока понятное дело что для нормальной работы желудочного сока ему требуется температура тела то есть плюс 35 37 градусов однако состав желудочного сока входит соляная кислота которая остается кислотой даже при отрицательных температурах средняя температура вечной мерзлоты в зависимости от широты минус 15 градусов но даже при минус 30 соляная кислота хоть медленнее но все же продолжая действовать тогда как за тысячи лет мамонты не разложились под действием своего желудочного сока то есть помимо того что это было скоротечное событие оно было относительно недавно второе ледник и камни во время экспедиции 2018 года на красивую мечу мы с вами смотрели несколько довольно крупных гранитных блоков причем нижележащие породы это известняк все эти моменты и различные версии рассматриваются фильме долина мегалитов или российский стоунхенд однако как говорил один исследователь гранитный валун на известняке для тренированных глаз выглядит столь же странно как и белый медведь на тротуаре но у академической науки на это есть свое объяснение эти валуны принес ледник говоря научным языком это транспорт моренных отложений хорошо допустим это так даже допустив что ледник пропахал огромные борозды которые официальные ученые называют балками оврагами но тогда вспоминая что по официальной информации этот ледник покрывал 30 процентов территории земли мы понимаем что в сибири этот ледник также был однако этот ледник способный двигать камни во много раз больше человеческого роста и пропахивать овраги почему-то не запахал круглые озера и не развалил мегалитические сооружения или в сибири был какой-то другой ледник который мгновенно заморозил мамонтов и других животных третье если все же допустить что ледник был на самом деле то возникает вопрос о происхождении круглых озер справедливости ради должен сказать что не все они идеально круглые и не все круглые объекты являются озерами но о форме и процессах образования таких озер поговорим немного позже в этом фильме а сейчас продолжим рассматривать официальную точку зрения так вот если ледник все же был то эти круглые озера образовались уже после того как он отступил в противном случае ледник бы их просто засыпал официальным объяснением появления столь большого количества круглых объектов правильной геометрической формы называются карстовые провалы и падение небесных тел типа метеоритов но для образования карстового провала по сути своей нужна вода в жидком виде а у нас тут вечная мерзлота причем глубина промерзания грунта например западной сибири около 600 метров а в восточной еще больше то есть вечной мерзлоте карстовые провалы не образуются так как это физика версии с метеоритами и астероидами также не подходит так как глядя на эти озера мы в первую очередь видим кучность и избирательность падения неких объектов то есть где-то озер очень много а рядом их практически нет и эта граница очень четкая если бы это было связано с прохождением земли через пояс астероидов то такое явление мы бы наблюдали каждый год а подобные озера были бы распределены по поверхности земли более-менее равномерно однако мы ничего подобного не наблюдаем значит если это было падение небесных тел то это было одноразовое явление на теме воронок и круглых озер сейчас хочу остановиться немного подробнее чтобы объяснить физику процесса ибо без понимания этого вопроса невозможно понять почему себе сейчас выглядит именно так первое не все круглые озера это воронки второе не все воронки стали озерами и третье не все воронки круглые прошу набраться терпения сейчас все объясню суть в том что воронки бывают пяти основных типов карстовые от газового пучения метеоритные от ядерного взрыва и от обвала шахты рудников и все они кардинально отличаются как по расположению так по форме и по внутренней структуре воронка от ядерного взрыва при виде сверху изначально всегда имеет очертания правильного круга однако со временем ввиду неравномерного эрозионного разрушения пород или наоборот за илевания воронка может принять неправильную форму в качестве примера ядерная воронка в тульской области в поперечном разрезе такой объект всегда напоминает чашу то есть глубина постепенно увеличивается от берега такая чаша как правило герметичная и не имеет сообщения с грунтовыми водами ввиду того что породы сплавляются во время ядерного взрыва поэтому вода в них может иметь постоянный уровень даже если озеро находится выше уровня соседней реки подчеркиваю в каждом праве есть исключение все зависит от вида грунтов и их сопротивляемость ударным и тепловым нагрузкам если ядерный взрыв был наземной то по периметру такого озера имеется вал а в центре существует островок который называется зона подсоса при воздушном взрыве вала вокруг и островка уже не будет да и вообще в зависимости от высоты подрыва ядерного устройства и его мощности может даже не быть самой воронки про радиоактивный фон в таких воронках поговорим немного далее диаметр ядерной воронки составляет от сотен метров до нескольких километров кучность воронок может быть как единичные так очень высокая в зависимости от поставленной цели и используемых зарядов то есть в одном месте таких воронок много а буквально рядом их практически нет пример шахтной воронки можно увидеть фильме провал грунта в историческом месте в тульской области в котором рассказывается о воронках на железных рудниках в дедилово такие воронки являются последствиями деятельности человека но по своей сути напоминают карстовые провалы карстовая воронка при виде сверху имеет очертание ломаного круга или любой другой формы в поперечном разрезе чем-то напоминает колодец слегка рассуряющийся внизу хотя формы могут быть очень разнообразны и зависят от грунтов однако практически всегда такая воронка имеет крутые стены и большая глубина начинается сразу от берега по подземным пещерам такие воронки могут соединяться с другими карстами и соседними реками и уровень воды в них зависит от уровня грунтовых вод помимо подходящих пород одним из основных условий образования карстов воронок является жидкая вода на большую глубину чего в условиях вечной мерзлоты добиться невозможно вала по периметру воронки нет диаметр карста воронки как правило от нескольких метров до десятков метров кучность воронок единичная то есть карстовые воронки не могут образовать поверхности в виде сетки как мы видим на карте в случае такого обширного карстового промыва проваливается вся эта территория разом а не отдельные ее части воронка газового пучения образуется в результате дегидратации метана в местах где вечной мерзлотой скованы болота немаловажным фактом является то что метан в болотах образуется при разложении органики то есть того что раньше было живым естественно на территории с гористой местностью образование таких воронок практически невозможно при виде сверху имеет очертание правильного круга но как и в случае с ядерной воронкой с течением времени ввиду неравномерного эрозионного разрушения пород вследствие их неравномерного прогрева и оттаивания постепенно очертания удаляются от правильной круглой формы поперечном разрезе такая воронка как и карстовый напоминает колодец однако ввиду все того же оттаивания и эрозионного разрушения учитывая что этот колодец относительно неглубокий по сравнению с карстовым провалом то поперечный профиль постепенно становится похож на чашу вала по периметру воронки нет если точнее в некоторых случаях может быть совсем небольшой вал только в первые месяцы после образования воронки но затем грунт выравнивается диаметр воронки от дегидратации метана от нескольких метров до десятков метров кучность воронок равномерно распределенные по территории болот в районе вечной мерзлоты например пойма реки лена или полуостров таймер метеоритная воронка учитывая скорость столкновения космического тела землей и угол падения при виде сверху будет иметь очертание от каплевидной формы до круглой причем основываясь на законах баллистики наиболее вероятно именно каплевидная форма или в крайнем случае лептическая почему я так считаю объясняется фильме про африку поэтому сейчас я не буду задерживаться на этом вопросе если кто не смотрел то все ссылочки есть в описании в оперечном разрезе метеоритная воронка также напоминает чашу только это не герметичная чаша и вода в ней может как набраться из грунта так и уйти в него в зависимости от угла падения вал может быть как по периметру вокруг воронки так и с одной стороны в направлении полета метеорита причем чем меньше угол и скорость падения тем больше вал диаметр воронки от нескольких метров до нескольких километров кучность единичные таким образом круглые озера могут быть как воронками от военных действий так и метеоритными карстовыми или газового пучения и при этом вполне могут находиться рядом или даже друг в друге поэтому не нужно все воронки грести в одну кучу а учитывая все факторы перечисленные выше нужно отделять одни воронки от других кстати не могу не упомянуть про леса наверное все знают о могучих секвойах северной америки однако мало кто знает что точно такие же росли в свое время в сибири но спрашивается куда они делись если людей там почти нет но вернемся к нашей теме так что же такое тартария и была ли она на самом деле официальное объяснение о прошлом сибири не дают всех ответов мои помощники общались со старожилами в алтайском крае задавались вопросы бабушкам об их бабушках в общем никто родственников дальше конца девятнадцатого века не помнит ничем занимались нигде похоронены и так далее и тому подобное а большинство населения вообще приезжие из европейской части страны для освоения земель или беженца от революции одним словом вопросы 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 значит разбираемся дальше что нам известно о тартарии сейчас какие упоминания слова выражения мы знаем первое улететь в тартарары наверное многие слышали это выражение читаем фразеологический словарь русского литературного языка катиться лететь падать проваливаться в преисподнюю бездну имеется в виду что чья-либо жизнь дело терпит крах разрушается гибнет это не что иное как историческая память о случившемся которая происходит явно из событий прошлого второе тартар от древнегреческого тартарос подземная тюрьма для бессмертных в которую были заключены группа древних богов титаны проигравших войну другой группе древних богов олимпийцам позднее понятие тартар стало отождествляться с царством мертвых в древнегреческой мифологии адом преисподней от воспринимается как эталон ужасного знаменует собой боль огонь смерть и разрушение таким образом навязывается напоминание о том что ждет непослушных и подсознательное отождествление религии мира а тартарии как чего-то плохого и ужасного то есть тартар ассоциируется с тартарией в контексте выжженное гиблое место пустошь третье нет монет тартарии несмотря на размеры этой страны на старинных картах до сих пор не найдено ни одной монеты тартарии тут прошу не путать с некоторыми монетами российской империи на которых имеют изображение грифона или василиска который считается символом тартарии однако монет непосредственно самой тартарии нет тут есть два объяснения первое в тартарии был натуральный обмен или иной способ безналичной оплаты и второе объяснение пост апокалиптическом мире деньги вообще не имеют ценности четвертое руины в сибири они конечно же есть и их много даже очень много другое дело что не каждый их может найти в силу ряда причин труднодоступная местность природные рози и потом нужно знать где искать если сравнивать старинные современные карты то на месте многих городов обозначенных на старых картах сейчас мы видим те самые круглые озера рассмотрим версию нанесения воздушного удара по этим городам сейчас не суть важно ядерный удар был или кинетический судя по размеру воронок можно высчитать мощность взрыва в тротиловом эквиваленте площадь многих озер сопоставима с площадью небольшого современного города а учитывая что при ударе кинетическом или ядерном обязательно присутствует ударная волна которая увеличивает радиус поражения в разы то при точном попадании в город от него ничего не остается кроме озера воронки кстати покученности и избирательности воронок можно определить направление откуда посылка прилетела в артиллерии и авиации и ракетных войсках есть такое понятие как эллипс рассеивание то есть при запуске нескольких зарядов из одной конкретной точки в одну конкретную цель часть этих зарядов упадет рядом при этом чем больше дальность стрельбы тем больше рассеивания ориентируясь по лицу рассеивания можно довольно точно определить направление стрельбы друзья если вы хотите получить ответ на вопрос кто же разбомбил себе то попробуйте определить в какого направления был нанесен удар уверяю вас это несложно сделать если учитывать все сказанное ранее относительно воронок и эллипс рассеивания напишите потом в комментариях какое направление у вас получилось интересно совпадет ли оно с направлением которое мы определили что касается радиоактивных последствий от ядерного удара то кто-то наверняка захочет привести в пример чернобыль или фукусиму мол территория подвергшись радиоактивному загрязнению будет фонить еще тысячу лет однако тут не все так просто по физике процессов распада ядерной реакции в эпицентре ядерного взрыва и в реакторе аэс они одинаковые но разница в том что в реакторе эти процесс управляемые протекают медленно а в эпицентре взрыва реакция неуправляемая и происходит в миллион раз быстрее чем реакторе атомной электростанции и протекает эта реакция тем быстрее чем больше мощность взрывного устройства и вот во время ядерного взрыва одни вещества превращаются в другие очень быстро происходит образование нестабильных изотопов разных элементов и чем больше мощность заряда тем быстрее эти превращения идут и тем большее количество вещества успевают вступить в реакцию именно поэтому на месте ядерного взрыва можно найти в больших количествах изотопы цезия йода и прочие изотопы которые держат повышенный радиационный фон сразу после взрыва но период полураспада например йода составляет 8 дней цезия 30 лет заметьте полу распада а не полного разложения это значит что через 30 лет цезия будет в два раза меньше еще через 30 лет его останется половина от половины и так далее таким образом спустя 200 лет радиоактивный фон на месте ядерного взрыва вполне может быть в пределах нормы разве только немного выше по сравнению с окружающей местностью и вот эту разницу и нужно искать используя дозиметры а обнаружить следы ядерного взрыва в большинстве случаев можно только в изотопной лаборатории ну а пример с чернобылем не подходит как вы уже поняли по той причине что в чернобыле раскидано преимущественно исходное радиоактивное топливо продукты распада конечно тоже есть но их в тысячи раз меньше а именно это исходное радиоактивное топливо и будет фонить еще сотни тысяч лет поэтому на этих круглых озерах радиоактивный фон лишь немного отличается от окружающего в отличие от грязного взрыва в чернобыльской аэс замаравший территорию на тысячи лет если посмотреть на древние карты то становится понятно что сибирь и дальний восток были густо заселены на старинных картах мы видим много городов причем расположены города все довольно кучно чем-то напоминая современный мегаполис с городами спутниками который по мере роста становится одной конгломерацией видимо в древние времена глухомань находилась совсем в противоположном направлении а сибирь была огромной территорией богатой природными ресурсами с большим количеством населения и развитой промышленностью именно эта территория являлась ядром метрополии и уничтожение этого ядра гарантированно уничтожает всю систему управления огромной страной что и было сделано по нашей версии был нанесен удар оружием массового поражения сопоставимой по мощности с ядерным а в некоторых местах было применено непосредственно ядерное оружие в результате чего сотни городов были стерты с лица земли полностью ядерные и кинетические взрывы подняли в атмосферу тысячи тонн пыли и вызывали массовые пожары которые в свою очередь также добавили мелкодисперсионных частиц в атмосферу эти пожары выжигали леса на огромных территориях что в итоге привело к выветриванию грунта суховеями и поднятию пыли с этих территорий и вся эта пыль попала опять в атмосферу и когда концентрация пыли в атмосфере превысила допустимую то все что там накопилось вылилось на землю грязевыми дождями при этом произошло падение атмосферного давления этот процесс называется обрушение водно правого слоя причем это обрушение началось ближе к полюсам северному и южному так как там солнечный свет меньше всего нагревает атмосферу и вот начавшись недалеко от северного полюса стена воды стала стремительно расходиться в стороны заливая все внизу именно это и погубило мамонтов и других животных так как падение давления вызывает сильное охлаждение обрушение водно правого слоя шло одновременно на северном и южном полюсах на южном это вызвало образование ледника и гибель атлантиды а на северном образование вечной мерзлоты в сибири и канаде и ледника в гренландии а также годы без лета в европе и в целом это вызвало повышение уровня мирового океана на несколько десятков метров кстати если кто не знал то в грунтах континентального шельфа евразии по толще вот северного ледовитого океана также есть вечная мерзлота причем она там пресная то есть часть континента просто утонула в океане из-за поднятия уровня этого океана поэтому многие исследователи ошибочно полагают что это утонуло гиперборея но это утонула часть тартарии а тартария и гиперборея это не одно и то же по нашему мнению гиперборея она же Атлантида находилась в Антарктиде но про это ведется разговор в фильме Кто утопил Атлантиду кстати справедливости ради должен отметить что вечными разлоте которая находится на суше самые нижние слои являются солеными и при таянии лед из этих слоев также как и лед из айсбергов Антарктиды шипит словно газировка на самом деле ничего сверхъестественного тут нет ибо при обрушении вод из атмосферы в Северный океан произошло выплескивание океанических вод на сушу а шипит лед при таянии так как из него высвобождается воздух находившийся там при высоком давлении о самом процессе обрушения водно-парового слоя рассказывается в фильме был ли потоп и причем тут кислотные дожди повторюсь еще раз все ссылки есть в описании кому интересно разобраться вопросе посмотрите обязательно там объясняется много моментов не вошедших в этот фильм сейчас лишь могу добавить что учитывая местонахождение полюса холода и на основании архивных документов и прочего анализа наших многолетних исследований мы считаем что ядерная бомбардировка была весной а обрушение водно-парового слоя осенью того же года но в какой год это было эта тема другого фильма таким образом в результате этой катастрофы погибла огромная страна центром которых была сибирь а устревшие провинции оставшись без руководства из центра самостоятельно справлялись с навалившимися трудностями порой доходя до вооруженного противостояния между собой именно этот период в официальной истории описан как феодальная раздробленность руси а так называемое покорение сибири это уже постапокалипсис когда выжженные замороженные и практически пустующие погибшие земли заселялись заново по нашему мнению государства тартария не было но были территории которые так назывались как например нет государства европа есть европейская валюта правительство европарламент флаг и даже президент да это все атрибуты европейского союза как некой над государственной системы и через пару сотен лет если евросоюз сохранится до того времени он будет ассоциироваться с европой именно как с единым государством а в наше время страны с названием европа нет даже когда говорилось что великую отечественную войну мы воевали со всей европой такого государства не было была промышленность отдельных стран европы подчиненная нацистской германии и направленная одной цели порабощению других народов но опять же ни одна страна кроме нацистской германии не рассматривала в этом случае европу как единую страну то есть ни в прошлом не в наше время нет такого государства европа или другой пример америка такой страны тоже нет но с ней все торгуют то есть территории с такими названиями присутствуют стартари и все то же самое это просто название территории причем это название не является переводом ни с какого языка это имя собственное равно как сибирь европа или также америка однако должен признать что некоторое время после катаклизма тартария как государственное образование теоретически могло существовать правда недолго лет 20-30 не более возможно именно поэтому и монеты отсутствуют но учитывая факт что территория на которой тартария как государство могла существовать была выжжена ковровой бомбардировкой и впоследствии затоплена то факт существования тартарии именно как государственные единицы на наш взгляд очень маловероятен есть одна интересная карта тартарий в атласе 1737 года обратите внимание антарктида еще нет или уже нет австралии называется новая голландия ее восточное побережье еще не исследовано также не исследована северо-западная конечность америки гренландии тоже нет но вольная тартария на карте присутствует это говорит нам о том что карта сделана в постапокалипсис когда все территории пришлось открывать заново по нашему мнению тартария точнее говоря территория которую впоследствии назовут тартарией всегда входила в состав большей страны протиравшийся на два континента от западных берегов европы до восточных берегов америки и именно эту страну называли империя над которой никогда не заходит солнце а вовсе не британию британия уже после катаклизма присвоила себе этот титул когда от огромной стороны осталось всего одна шестая часть суши друзья на этом вопрос не закрыт просто на сегодня много информации а потому достаточно однако в дальнейших фильмах расскажем больше благодарю вас за внимание за то что досмотрели до конца будьте здоровы до скорых встреч